Приветствую! Мы также приветствуем всех, кто наблюдает, слушает нас. Присоединяйтесь к совместному поклонению Господу. Братья и сестры, мы попросим благословения на это служение, помолимся. Дорогой наш Небесный Отец, мы поклоняемся Тебе в этот утренний час за милости Твои, благословения, которые Ты продлил над землею и над нами, живущими здесь, в этой стране и в этом городе. Благодарим Тебя, что мы можем прийти в дом молитвы, склониться. Господь, желаем посчитать милости Твои, которыми Ты сопровождал нас в течение прошедшей недели. Поблагодарить за то, что Ты хранил народ наш, благословлял нас, сберегал. Теперь, Господь, мы перед Словом Твоим склоняемся. Благослови в этот день, настрой нас, чтобы мы услышали, что Ты будешь говорить через уста наших братьев. Наполни наших братьев истинную Твою, благодатью Твоей, чтобы Слово Твое было открыто в полноте, чтобы мы были наполнены и напоены от Духа Твоего Святого. Господь, благослови нашу церковь в совместном поклонении. Когда мы будем петь, молиться Тебе, Ты прими это как жертву, Господь. Распространи Твоё благословение на тех, кто не может с нами иметь это общение по причине болезни, или, Господи, или в пути находятся, по работе. Ты, Господь, Духом Святым, можешь соединить нас, Господь, в поклонении. Соделай это, Господь, для славы Твоей. В этот утренний час наполни наши сердца и уста хвалою. И мы Тебе поклонимся, нашему доброму и любящему Господу, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Братья и сестры, мы вместе с вами споем из песни Возрождения «Утром, когда встает рассвет, Боже, Тебе пою». 726. «Утром, когда встает рассвет, Боже, Тебе пою, Слава Богу, Тебе пою, Слава Богу, Тебе пою, Слава Богу, Тебе пою, Слава Богу, Слава Богу, Слава Богу, Тебе пою, Слава Богу, 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 И хочу я себя, ослаблялась вековую. Братья и сестры, присаживайтесь, мы будем петь номер 789. Ты мой Бог святой. Братья и сестры, присаживайтесь. Братья и сестры, присаживайтесь. Братья и сестры, присаживайтесь. Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Аминь. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Симон. Субтитры подогнал... Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал... Субтитры подогнал... Субтитры подогнал... Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал... 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 Это те, которые пришли произвести суд над Содомом. И давайте вспомним, как Авраам принял их. Говорит, государи, зайдите ко мне, принесут немного воды, а моют вам ноги. Говорит, приготовят кушанье, покушаете, отдохнете, а потом пойдете дальше. И мы видим, что здесь Авраам сначала не знал, что это пришел Господь с ангелами своими. Он думал, что это просто какие-то прохожие, и он так уделил внимание. И когда один из них остался с Авраамом беседовать, а те два ангела пошли в Содом, и Лот их тоже встретил. Он сидел у ворот, и когда они пришли, он встал, говорит, государи мои, зайдите ко мне, Омойте ноги, переночуйте, а завтра пойдете дальше. Они говорят, нет, мы ночевать будем на улице. И он их все-таки уговорил. Пришли они. И что же? Он говорит, заходите, заходите. Омойте ноги. И мы читаем, что он сам приготовил кушанье. А где же жена Лота? Не видно ее здесь. Я так предполагаю, что как только он зашел с этими гостями, она, наверное, говорит, ну что, опять привел гостей? Ну вот и угощай сам. И занимайся с ними. Из этого нам нужно взять урок. Особенно сестрам нашим. Потому что Сара сразу послушалась Авраама. Приготовила хлеб. Приготовили там мясо. Ноги омыли. А эти у Лота сами помыли ноги. Я предполагаю так, что они помыли, конечно, ноги. А сам Лот приготовил кушанье. Все. И еще не успели лечь спать, мы читаем. Собрался народ. Собрался народ. И говорят Лоту, где эти люди, которые пришли к тебе? Выведи их к нам. Но Лот стал их уговаривать. Жена слышала все это. Она видела этих ангелов. Она видела спасение своих дочерей. Она видела, когда ангелы ослепили всех этих людей, которые пришли и домогались. Все это она видела. И я хочу сказать, несмотря на что и на все это, она все-таки погибла. Не за грехи, братья и сестры. Нет, не за много грехов. За один только грех погибла. И что она проявила непослушание. Ангелы сказали, уходите, уходите из этого города, потому что он будет уничтожен. И когда они медлили, эти ангелы взяли за руки Лота, жену его, дочерей, и вывели их. И говорят, спасайтесь на эту гору. Правда, Лот попросил их, если я приобрел благоволение, то разреши мне в этот город пойти. Это так, на гору не могу. И они уступили. Хорошо, иди. Но только нигде не останавливайтесь и не оглядывайтесь назад. Я хочу обратить внимание. Представьте себе, жена Лота пошла вместе с Лотом. Чувствует, что там город будет разрушен. А там же и дети, там и внуки остались. Почему? Не послушались. Подумали, что Лот шутит, когда он их предупреждал. Давайте все выходить. Город будет сожжен. Но они подумали, что он шутит. Это говорит о том, что, наверное, не один раз Лот шутил с ними. Но эта шутка оказалась роковой. Они не поверили ему. И когда они вышли и пошли, то мы видим, что не выдержало сердце Женлотовой. Она все-таки оглянулась, чтобы посмотреть, что же там, правда ли, город будет сожжен или нет. И сразу сделалась соляным столбом. Погибла навеки и навсегда. Ведь мы знаем, что Бог наказывает. Правда? Предупреждает. Предупреждает заранее. Проявляет долготерпение. Помните, мы у Екклезиаста читаем в 8 главе в 11 стихе. Нескоро совершается суд над худыми делами человеков. И оттого не страшится сердце человеческое делать зло. Бог терпит. Проявляет большое терпение. И может быть долго терпение. Но иногда наказывает сразу. Вы помните сыновья Аарона? Надав и Авеут, сыновья Аарона, взяли кадильницы. Это те кадильницы, которыми они пользовались во время служения. Положили в них огня. И принесли огонь чуждый. А почему он чуждый оказался? Потому что Господь им этого не повелел в это время. И они нарушили отношения свои с Господом. И были тут же поражены. Вспомните Ананию и Сапфиру. И Анани и Сапфира мгновенно были наказаны. Потому что это были люди, которые знали волю Божию. Знали, как вести себя в церкви. Как вести себя пред Господом. Я хотел еще обратить внимание вот на что. Жена Лотова не послушала, не исполнила то, что сказали ангелы. Она могла бы сказать, но это же не Бог говорит, это ангелы. Ну что, ангелы есть ангелы. Но не сам Бог сказал мне. Сегодня я хотел обратить внимание всех нас на то, что некоторые иногда говорят, но это же не Бог сказал, это же братья сказали. А помните, Иисус Христос сказал в 10 главе, в 10 главе Евангелия от Луки. Здесь написано такое слово. Слушающий вас, 16 стих, меня слушает. И отвергающийся вас, меня отвергается. А отвергающийся меня, отвергается пославшего меня. То есть Отца Небесного. Поэтому мы должны помнить, что Бог, мы читаем в послании Ефесянам, в 4 главе, Бог поставил одних служителями, одних пресвитерами, апостолами и так далее, учителями и так далее. Он ставит. Поэтому, если руководство вынесло решение, конечно, они же, все руководство имеет страх Божий. Они понимают, что то, что они делают, помните, это в 18 главе Христос сказал так. Что свяжете на земле, то будет связано на небе. Что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Здесь право дано церкви разрешать все эти вопросы. Поэтому жена Лота, братья и сестры, она погибла, хотя была предупреждена. Если бы не было опасности, то не было бы и предупреждений. Но здесь мы видим, что Бог предупреждает народ свой. Помните, в 25 главе Иоанна Леонид Матфея, в 13 стихе мы читаем так. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Бодрствуйте. Надо бодрствовать, братья и сестры. Надо готовить нужное для переселения. Сегодня мы живем в такое время, когда каждый день есть такая христианская песня. «Дай каждый день считать последним мне, чтоб ты меня здесь не застал во сне». Надо бодрствовать каждый день. Надо бодрствовать и помнить, что непослушание, непослушание приведет к гибели. И поэтому предупреждает нас сегодня Господь через это слово. Вспоминайте жену Лотову, которая не послушала слов Господних, не послушала и погибла. предупреждение в том, в послании к евреям мы читаем во второй главе, в первом стихе, «чтобы мы были особенно внимательными к слышанному, особенно внимательными к слышанному, чтобы не отпасть». Это предупреждение, братья и сестры, сегодня, завтра и до пришествия дал бы Господь, чтобы мы помнили это, вспоминали жену Лотову и бодрствовали на всякий час. Каждый день, чтобы мы считали последним, готовили нужное для переселения, для переселения в вечный, в вечный город, в вечную страну, где Господь ждет своих. И чтобы мы с вами помнили и никогда не забывали, что непослушание непременно приведет к гибели. Да благословит нас Господь помнить об этом, вспоминать жену Лотову, хотя это не для примера нам для подражания, а для предупреждения, что если мы только не будем послушны, погибнем так же, как погибла жена Лота. Будем бодрствовать и прославлять нашего Господа. Аминь. 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 Продолжение следует... 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 От дьявольских мук Вдруг душа моя к Богу воззвала И сейчас Иисус в моем сердце живет В моем доме царит мир и радость И душа моя песни о небе поет За надежной, за Божьей охрадой Иисусе Христе я спасение нашел И за все прославляю я Бога И сейчас обращаюсь ко всем Кто еще ходит пить по болотным истокам Этот мир нечистот Лишь погибель несет А Господь несет мир и свободу Вырывайтесь скорее из греховных болот Выходите на чистую воду Аминь Братья и сестры Я предлагаю всем встать И мы будем петь номер 745 Иисуса имя сладко мне Иисуса имя сладко мне Аминь Иисуса имя сладко мне И уходите на чистую воду Иисуса имя сладко мне Иисуса имя сладко мне ПЕСНЯ 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 «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить». И с этого же послания 2 глава 9 стих, часть стиха. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел». Дорогие друзья, братья и сестры, Петр пишет это послание не просто всему миру, а определенной категории людей. И он очерчивает этот круг людей такими названиями, как «роды избраны», «царственное священство», «люди, взятые в удел». Он пишет людям, которые вышли из тьмы, людям, которые стали детьми Божьими. И невзирая на то, что он причисляет такие эпитеты, такое высокое название этому народу Божьему, в 5 главе он говорит «трезвитесь и бодрствуйте». Понимаете, он пишет людям, предызбранным, людям, которые имеют вечность, людям, спасенным, людям, в ком живет Святой Дух. И все же он считает нужным напомнить им, предупредить «трезвитесь и бодрствуйте». Он использует слово «трезвитесь». Он не пишет людям, которые любят пить вино, слабо попивающим святым. Он не переживает об алкоголе в крови. Он переживает, чтобы у народа Божьего не было алкоголя в мозгах. Он переживает о том, чтобы дети Божьи трезво мыслили. Пьяный человек очень близко может подойти к опасности. У пьяного человека меняется очень многое в голове. Я помню, у нас сосед был, которого редко я видел трезвым. Так вот, когда он был пьяный, он мог подойти к любой злой собаке очень близко. Подходил настолько близко, что мы думали, что собака разорвет его. Но он не боялся абсолютно. Но будучи трезвым, он обходил этого пса очень далеко. Петр говорит «трезвитесь». Оценивайте ситуацию правильно. Не говорите как в пьяном бреду. Не ходите, не поступайте так, как будто вы не чувствуете реальной ситуации вокруг себя. Что же он говорит дальше? «Бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев». Друзья мои, в этом стихе есть определенная динамика. Этот стих не говорит о том, какой дьявол есть. Что вот он похож на льва, он сильный, он могучий и так далее. Он говорит о желании льва. Он говорит, о чем мечтает этот лев, что преследует этот лев. Это очень интересный момент. Он ходит, ища кого поглотить. Обратите внимание, не просто искусить, не просто вести в какой-то грех, а поглотить. Не проглотить, а поглотить. Слово «поглощение» – очень интересное слово. В греческом оно звучит, как выпить что-то. Вы знаете, в 12 главе Откровения написано, что когда дьявол, дракон, пустил вслед за жены реку, как воду, что сделала земля? Она поглотила. Когда Корей восстал на Моисея, помните, какое наказание было? Земля разверзла уста свои, и что сделала? Поглотила. Что значит быть поглощенным дьяволом? Я не знаю. Это страшная вещь, наверное. Иногда человек попадает в какой-то грех, и он долго плачет, страдает. А потом выходит и радуется. А вот быть поглощенным. Вы знаете, ответ на поверхности. Когда весной или летом сухая земля, и идет вдруг дождь, какие-то лужицы образуются, то через некоторое время вы эту воду абсолютно не видите. Земля все поглотила. Итак, есть вода, и вдруг нет воды. Когда дьявол поглощает, это значит, был человек и нет человека. Был служитель и нет служителя. Был молитвенник и нет молитвенника. Был человек, который отдавал себя в свое время, и нет этого человека. Это не значит, что человека похоронили. Это даже не значит, что человек перестает ходить в дом Божий. Он здесь. Но как личность, как человек, который способен противостать, продвинуть царство Божие, сделать что-то для Бога, его просто уже не существует. Он, мы говорим, этот человек поглощен суетой. Мы иногда говорим, я так поглощен своими мыслями. Эта фраза очень серьезное напоминание для нас сегодня. Противник ваш ходит, ища, кого поглотить. Друзья мои, если он искал бы в мире, то все его. Он назван Библией князем этого мира. Голливуд принадлежит ему. Индустрия развлечения, шоу-бизнес, Миллионы людей, вовлеченные в этот бизнес, принадлежат ему. Организация Объединенных Наций, Совет Европы, Совет Безопасности, бесконечные и бесконечные организации. Центральный банк, Федеральные резервы. Все это его. Он там ничего не ищет. Если бы ему что-то было там нужно, он бы нашел. Он где-то ищет в другом месте. Друзья, может он ищет в церквах, может он ищет среди верующих. Все перед ним. Все церква, все члены церкви, все религиозные движения, все миссии перед ним. Так что же он ищет? Бери кого хочешь. Да нет. Не может он всех вот так взять. Некоторые христиане просто ему не по зубам. Некоторые ему дают сдачи. Некоторые противостоят ему своей верой так, что он убегает от них. Вы знаете, только льву в зоопарке приносят на блюдечке еду. Это блюдо большое, правда. 7-8 килограмм мяса нужно приносить. Только лев в зоопарке ничего не ищет. Но когда лев в своей дикой стихии, он с утра до вечера, он занят поиском пищи. И знаете что? Мы говорим, что лев это царь зверей. Так вот, никто в дикой природе не преподносит ему себя в качестве завтрака или обеда только от того, что ты царь зверей. Ему нужно найти эту пищу. Иногда приходится целый день бегать и ничего не найти. И возвращаться в свое логово, где эти малыши, где львица ждут пищи, ничего не принести. И такое бывает. Поэтому ему нужно искать. Друзья мои, и дьявол тоже ищет. Я сегодня хотел бы рассказать вам или поделиться мыслью, кого конкретно он ищет, что он хочет найти, каким образом он хочет кого-то найти, чтобы уничтожить. Есть опасность. И что бы ни говорили кальвинисты. И что бы ни говорило это учение о предопределении. Если бы детям Божьим ничего бы не грозило. Если бы дети Божьи абсолютно были бы гарантированы от падения, от ошибок. От того, чтобы быть поглощенным чем-то. Петр, он просто бы не писал это. Но он сказал, трезвитесь и бодрствуйте. Первый момент. Кого ищет этот лев? Откроем с вами второзаконие 25, 17, 19. Второзаконие 25, 17, 19. «Помни, как поступил с тобою Амалик на пути, когда вышли из Египта, как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился и не побоялся Бога». Друзья мои, первое, кого ищет лев, это слабых. Даже в дикой природе сначала львы гоняют стадо, даже буйволов, сильных животных, гоняют до тех пор, пока какие-то ослабевшие животные не отстанут от стада. И в духовной сфере то же самое. Дьявол не идет лоб в лоб. Дьявол знает, что противостать напрямую невозможно, он побежден. Поэтому он идет сзади. Здесь Амалик поступил очень подло. Ударил в спину. Тогда, когда народ Божий этого не ожидал. Среди народа Божия были те, которые шли впереди. Крепкие, сильные, со знаменами в руках. Те, кто несли ковчег. Но были и те, которые еле-еле поспевали сзади. И, возможно, они отходили по дистанции далеко уже от всех людей. И вот их-то Амалик и побил. Дорогие друзья, я часто слышу такие молитвы. Господи, я слаб и немощен. Я слышал одного брата очень много лет. Он все время говорил, я слаб и немощный. Некоторые люди думают, что это определенная высота. Вот подчеркнуть свою слабость и немощь. Но Библия говорит, пусть слабый говорит, что он что? Он силен. Друзья, разве стоит хвалиться государству своей армией, где через одного каждый слаб и немощен? С кем воевать, когда у тебя все слабы и немощны? Может церковь хвалиться разве тем, когда половина членов церкви слабы и немощны? Конечно, это в какой-то мере выгодно, быть слабым и немощным. Почему? Потому что ты всегда ждешь, что кто-то тебе поможет, кто-то позвонит, кто-то должен ободрить тебя, утешить и так далее, и так далее. Ты должен быть центром, фокусом внимания служителей. И если они это не сделают, ты вполне имеешь право упрекнуть их. Ты слабый, тебе прощается многое. Но есть в этом беда. Дьявол таких как раз и ищет. Слабых и немощных. Те, которые не просто убегают от этого состояния, а те, которые чуть ли не успокаиваются в этом состоянии. Все дети Божьи могут устать. Все дети Божьи могут ослабнуть. Написано, юноши ослабевают. Но это должно быть временно. Это должно быть очень кратковременно. И от этого состояния мы должны убегать как быстрее. Чем быстрее, тем лучше. Друзья мои, дети Божьи, быть слабым сегодня опасное состояние. И речь не идет о том, чтобы кичиться своей силою. Кто из нас слаб и кто из нас силен, знает только Бог. Речь не идет о силе своего интеллекта, образованности и так далее. Павел говорит, мы сильные должны сносить немощи бессильной. Но это не значит, что эти бессильные всю жизнь должны оставаться без сил. Они должны смотреть на начальника и совершителя веры, чтобы укреплять свою силу в нем. И потом, быть слабым, это непозволительная роскошь сегодня. Время, когда этот голодный зверь, предчувствуя приближение своего конца, ищет, кого бы поглотить. Чтобы его больше не было, чтобы не слышно было его молитв, не слышно было его песнопение, не слышно было его участие. Чтобы он занялся чем угодно, только не тем, чем нужно. И мы это видим, и мы это слышим. Итак, друзья дорогие, для вас и для меня наставление такое. Укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колено. Есть написано, укрепляйся, сын мой, в благодати Иисусом Христом. Мы читали сегодня, Павел Михайлович говорил на разборе. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Задача для нас номер один. Кто из нас сильный, кто из слабый, я не знаю. Иногда смотришь на человека, говорит хорошо, проповедует хорошо, и в устах у него Слово Божие, и очень красиво ведет себя, ну попробуйте хлопнуть его машину дверью, дверца чуть посильнее, чем он ожидает. И такой взрыв эмоций. Попробуйте поцарапать. Меняется в лице. Смотришь иногда, сестра такая молитвенница, а слышишь такие сплетни, бесконечное обсуждение чего-то. Друзья мои, сила это не публичная показуха, это сила христианина не в рекламе своего состояния, положения и так далее. Сила там очень глубоко. В бытовых вещах, когда тебя не видит ни один глаз человеческий, как ты ведешь себя перед тем, кто проницает все. Когда мы ведем себя именно там, где никто нас не видит, как нужно, тогда мы сильны в Боге. Когда мы противостоим искушениям, злу, греху, нечестью, там, где нас никто не оценит, никто не похвалит, а просто потому, что это плохо, я говорю, нет. В этом измеряется сила. Второй момент и последний. Кого еще ищет этот лев? Откройте, пожалуйста, со мной 2 Царство, 17 глава, 12 стихи, 12-13 стих. Сказал Ахитофел Ави Солому, 17 глава, прошу прощения, 1-2 стихи, 2-я книга Царств. И сказал Ахитофел Ави Солому, выберу я 12 тысяч человек, и встану, и пойду, и погоню, в погоню за Давидом в эту ночь. И нападу на него, когда он будет утомлен и с опущенными руками, и приведу его в страх, и все люди, которые с ним, разбегутся, и я убью одного царя. Друзья мои, следующая категория христиан, которые должны опасаться, это те, которые опустили свои руки. Хитрым был человеком Ахитофел. Его Давид когда-то очень сильно слушал, как голос самого Бога. Этот мудрый человек и хитрый дает совет Ави Солому. Я нападу на него, на Давида, когда он будет утомлен и с опущенными руками. Друзья, человек может быть сильный в вере, но и у него могут опускаться руки. Моисей был очень сильным, но даже у него руки не выдерживали целый день быть поднятыми к небу. Давид не был слабым верующим человеком, но даже он мог впасть в состояние, когда руки опускаются. Что значит опущенные руки? Когда теряется надежда, когда теряется вера, когда теряется радость, когда теряются краски и какая-то острота, когда ты уже перестаешь верить в то, что ты говоришь, ты перестаешь верить в то, что ты просишь у Бога, и делаешь это уже автоматически, но не вкладываешь туда и душу, и сердце. Одна сестра подошла ко мне и говорит, «Ты знаешь, я больше за своего мужа не буду молиться». Я спросил, в чем дело? Она говорит, вот чем больше я молюсь, уже сколько лет я свои руки возношу к Богу, а Он все хуже и хуже. Он издевается надо мною, Он смеется над моими молитвами. Я просто опускаю руки. Иногда родители устают молиться за детей, когда видят каждый день все хуже и хуже. Один брат сказал, я молился за своего сына, но он делает такие вещи, что я сказал, вот я больше не буду за тебя молиться, вот к чему ты придешь, к тому ты придешь. Друзья мои, опускаются руки у служителей, опускаются руки у пресвятеров, опускаются руки у родителей, у близких людей, когда ты делаешь что-то очень долго и не видишь ответа. Написано, желание, долго не исполнившееся, да, томит сердце. А сколько проблем? А нужно, чтобы руки были подняты. Сестра дорогая, брат дорогой, не опускай свои руки. Не опускай, они тяжелеют, они становятся каменными, чугунными, и тебе хочется все опустить и бросить. Не делай этого, потому что этот Ахитофел, он нападет на тебя тогда, когда ты бессилен, когда ты опустил руки, потерял надежду и уже думаешь, что ничего светлого впереди не будет. Друзья дорогие, Господь для этого и с нами, чтобы поддерживать нас, поднимать эти руки. Время настолько последнее. Я недавно смотрел документальный фильм, снятый атеистами, людьми, не верующими Иисуса Христа. Они уже за голову берутся. И один корреспондент задает вопрос Рокфеллеру, внуку Рокфеллера. Он говорит, скажите, у вас все деньги этого мира уже в кармане. Вы владеете чем угодно, все банки у вас в руках, все вооружение, все правительства. Что вы хотите еще от населения, от человечества? И знаете, что он говорит? Мы хотим поголовной идентификации. Мы хотим контролировать каждым человеком. И для этого мы создаем чипы. Для этого нанотехнологии сегодня развиваются, чтобы каждый человек был управляем. Друзья мои, ему задают вопрос, а что если не захотят люди эти чипы вставлять в себя? Эти идентификационные номера. А он говорит, они сами будут просить нас, чтобы мы это вставляли в них. Мы создадим такие условия жизни, когда они будут умолять нас. И показывает по телевидению, во Флориде семья, женщина говорит, а я вот у себя уже имею, а вот детям мы уже вставили, потому что после терактов в сентябре месяце мы переживаем за свою семью. Друзья мои, мы подходим к тому, чтобы уже вот-вот увидеть нашего Господа. Я вам прочту очень короткую, несколько секунд. Одну вещь. За последние десятилетия количество природных катаклизмов и частота, с которой они возникают, выросли в несколько раз. По данным агентства гуманитарной помощи Оксфам, сейчас стихийные бедствия происходят в среднем по миру почти в четверо чаще, чем это было в 80-х годах прошлого года. Число наводнений возросло в шесть раз. Каждый год на планете случается около 500 катастроф, связанных с цунами, циклонами, ураганами и другими природными явлениями. Между тем, как 20 лет назад эта цифра была существенно меньше в 100-120 катастроф в год. В 4 и в 5 раз усилилась частота всех катаклизмов. Разве не предупреждал Господь нас от Дом, что в последние времена все участится. Иногда люди говорят, ну всегда были болезни, глад, мор на протяжении всего человечества, всей этой истории. Да не было с такой частотой. Не было такой частоты этих бедствий, бесконечных страданий людских, смертей. Такого никогда не было. Мы подошли к последним минутам. Поэтому сегодня Писание говорит, бодрствуйте и трезвитесь. Друг дорогой, если ты слаб, укрепись Господа. Покайся. Ну встань. Перестань лежать. Перестань жалеть себя. Поднимись. Возьми Слово Божие. Укрепись. Дорогая душа, если ты опустила руки, поднимите руки вновь. И Господь услышит и ответит тебе. Какая бы ситуация жуткая ни казалась, что бы ни говорила логика и твой человеческий разум, Бог отвечает на такие просьбы, о чем вы даже не могли предполагать. Бог даст ответ. Укрепитесь. И встретим нашего жениха с радостью. Пусть ему будет слава за все. Аминь. Помолимся. Все. Спасибо. 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 Аминь. Аминь. Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. Аминь. Спасибо. Спасибо. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Эммануила, что он хранил его, ему 19 лет сегодня исполнилось, и чтобы он коснулся Господь его сердца, давал ему покаяние. Повторите вместе с нами Господа, вчера у нас родился седьмой внук Арсен, и чтобы Господь благословил семью Руслана и Лены Виктор и Венеры. Мы поздравляем вас, также сестра, с рождением внука еще вашей семьи. Дорогая церковь, примите чистосердечный привет от узников Каркарана, Михаила Маркасева, Павла Васина и Артема, братья, посетившие вчера Каркаран. Прошу принять сердечный братский привет от церкви города Волгоград и города Волжске, брат Ири. И также Хаковицкая церковь ЕХБ, это Гомельская область и Белоруссия, благодарит церковь брать за оказанную помощь и приветствует всех нас с любовью во Христе, желанием всех благословений. Вот такие у нас нужды, приветом и сердечно благодарим за приветы. И также, дорогая церковь, я желаю вам представить сейчас жениха и невесту, брата Александра Слобосницкого и сестру Кристину Петерс. Пожалуйста, приходите сюда. Дорогие братья и сестры, я вчера был свидетелем помоок или сватовства брата Саши. Мы были в доме у Мистюк Саши, вот там живет эта сестричка наша Кристина и родители ее в Германии. Они члены нашей церкви, может, два или три года, и сегодня с нами мама также Кристины, из Германии они приехали. Вчера мы также говорили по телефону с папой, с Виктором, Кристиной и Кристине, и, знаете, это было такое благословенное общение. Вот через эту связь мы молились, говорили, и очень важно скажу, что Саша любит Кристину, у нее тоже взаимная любовь, и родители Анатолия Люба, и также сестра Виктора, они согласны, чтобы дети вступили в брачный союз. Я несколько моментов хочу сказать о воле Божьей в избрании, спутнице жизни. Конечно, это приоритет братьев. Братья должны быть более инициативными. Давайте, братья, молитесь об этом Господу. И, конечно же, участие родительское должно быть обязательно. В 24 главе книги Бытие написано, когда Авраам состарился и дает указание своему домоуправителю, чтобы он пошел в ту землю, из которой он вышел, и взял своему сыну Исааку, именно ту невесту из своего народа. Он говорит, не брать из дочерей хананеев. Не брать из дочерей хананеев. Дорогие братья, родители, не брать из тех, кто не верит в Господа, из тех, кто не следует за Господом. И даже не старайтесь увлекаться из других учений. Второе. Авраам поставил условия, чтобы не возвращать сына в ту землю, туда, откуда он вышел. И очень важно, дорогие, при всем этом иметь волю Божию. Когда этот слуга пошел, в 12 стихе 24 главы книги Бытия мы слышим его молитву. Он сказал, Господи, Боже, господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне, и сотвори милость с Господином моим Авраамом. Посмотрите, эта молитва, друзья, очень важная, чтобы Бог указал, указал ту, которая именно нужна. Важно, друзья, чтобы мы молились. Я знаю, что Саша молился, родители молились, Господь указал по воле Божией. Смотрите, друзья, мы дети Божии. И просящему хлеба мы никогда не надим камень. Тем паче, Отец Небесный, если вы дети Божии будете просить рыбу, вам не дадут змею. Помните об этом, просите у Господа. Вы дети Божии, вы просите. Господь дарит любовь взаимную и согласно родителю. Вот эти четыре фактора показывают, что есть воля Божия в браке. Все это, друзья, я вчера, сообщаю вам, увидел вот в этом доме. Пусть Господь вас благословит и укрепит. И сказал Господь Бог, нехорошо бы человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. Аминь. Мы вставшие помолимся, помолится брат Александр, и также я совершил молитву. И все молитесь, дорогие друзья. Господь, я слава бодрю Тебя за Твою любовь, за Твою милость мне, Господь. Я слава бодрю Тебя за то, что Ты так благословляешь меня, Господь. Твоими благословениями Ты ведешь меня, Господь, в моей жизни, Господь. Я не достоин Твоих благословений, но Ты благословляешь меня, Господь. Бодрю Тебя за Твое спасение, Господь, дарованное мне, Господь. Слава бодрю Тебя за все, Господь. Бодрю Тебя за такое огромное благословение, за кристалличку, Господь. За то, что Ты подарил мне ее, Господь. Подарил нам любовь, Господь. Я прошу Тебя, Господь, прибудь с нами, Господь. Ты будь всегда, Господь, на месте номер один, Господь. Пошли святости в наших отношениях, Господь. Я прошу Тебя, чтобы мы были светлым примером для всех окружающих. Господь, добую Тебя славу веки веков. Господь, я отдаю все свои, Господь, волнения и все, Господь, на Тебя, Господь. Также прошу Тебя, помоги, Господь, и с дальнейшей подготовкой к свадьбе, Господь, допросается имя Твое, Отец и Дух Святой. Аминь. Аминь. Божий милосердный, святой и праведный, мы благодарны Тебе за эту радость сегодня видеть жениха и невесту. Слава Тебе, Господь, что Ты детей своих любишь и даруешь им возможности соединять свои судьбы и жизнь свою, идти вместе по этому трудному жизненному пути. Благодарна Тебе, Господь, и за Кристину, и за Александр, что они Твои дети. Они молились и просили Тебя. Ты подарил им взаимную любовь, Господи. И благодарна Тебе, что эта воля Божия подтверждается Твоя воля в благословении родительском. Благослови их. Сохрани их от всякого рода зла. Дарую сохранять себя в целомудрии, в святости до пришествия Твоего Святого. Господи, благослови подготовку к бракосочетанию. И Кристину благослови, чтобы она училась мудрости у Тебя из Твоей книги святой. И Александра благослови. Да светится имя Твое. Мы благодарны, Господь, Тебе за это богослужение, за вдохновенное пение наших дорогих хористов, за всех служащих Тебе, за молитвы народа Твоего. И особо мы благодарны Тебе за живое и истинное Слово, которое Ты сегодня обращал к каждому из нас, Господи. Мы действительно имеем благословение собираться вместе, быть в общении. И Ты нас сегодня много предупреждал. Слава Тебе, что Божий сил Ты нам сегодня дал эти силы. И мы стоим прямо пред Тобою, Господь, с поднятыми руками. Благодарю Тебя сердечно от всей души за всю любовь и милость Твою. Господи, к ногам Твоим несем вот эти нужды, выраженные записочкой к народу Твоему. Господи, мы обращаемся к Тебе и просим, ходатувствуем, чтобы Ты услышал и каждую просьбу удовлетворил и ответил по воле Твоей, Святой. Благодарим Тебя за услышанные молитвы, за все благословения, которые имеют дети Твои, за всех именинников, благодарим Тебя сердечно. Кому предстоят пути, Господь, Ты благослови. Кому предстоят операции, Господь, кто страдает, кто болеет. Умоляем Тебя именем Иисуса Христа, защити, поддержи, помоги, Господь милосердный. Мы любим Тебя, прославляем Святое Имя Твое, благослови весь этот день воскресный. И сейчас с миром и благословением Твоим отпусти нас от ног Твоей, святых, храни нас, Господь, на этих дорогах. По домам нашим и в вечерний час прославься и возвелисься среди славословий народа Твоего и здесь и там, на Солана, Господь Церкви. Тебе слава, Тебе величие, Тебе честь добудет нашему Господу всемогущему. Во имя Иисуса Христа просим Тебя. И благодать Господа нашего Иисуса Христа. Любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Итак, дорогие братья и сестры, брат Александр и сестра Кристина объявляются женихом и невестою. С Богом, с миром Божиим всем. С Богом, с миром Божиим всем.